Здравствуйте, коллеги! Мы начинаем наш сегодняшний разговор. Мы его действительно начинаем, потому что это будет разговор не одной встречи, а как минимум трёх, то есть это первая часть. И мы сегодня будем вести разговор с учителями, которые работают в классах полиэтнического состава, которые работают с детьми, для которых русский язык не является родным языком. Современная социокультурная ситуация России поставила проблему овладения русским языком в число актуальнейших. И это, в свою очередь, вызвало необходимость разработки методики преподавания русского языка и литературы, которые были бы адекватны современным требованиям. Главной идеей вот такой создавшейся ситуации в образовании является как можно более скорое, более, будем говорить, естественное включение детей в процесс активного пользования языком, так как только в этом случае возможно и языковая, и культурная адаптация детей. Но, в свою очередь, вот это активное включение детей в речевые действия влечет за собой и ряд проблем. И, к примеру, овладение практической грамотностью, как устной, так и письменной речи. Это уже другой уровень владения языком. Естественно, в методике отражения находит проблема способов коррекции ошибок и подготовка к итоговым формам государственной аттестации. Актуальность этой проблемы определяется состоянием общества. Ну вот, с одной стороны, мы видим проявление нетолерантных отношений именно в речи. То есть агрессивность, стремление доминировать над собеседником в общении с ним. А с другой стороны, именно владение языком человека, с которым необходимо договориться, с которым ты хочешь договориться, оно снимает уровень агрессии. Оно помогает достичь равновесия в ситуации общения. Оно позволяет понять отличия культуры, понять различия в мировосприятии. И очевидно, тем самым, становится вот та прописная истина, что чем свободнее владение языком, тем эффективнее диалог, тем шире возможность представить собственные воззрения на мир, шире возможности понять другого в соответствии с этим, развитие толерантности. Перемены, происходящие в современном обществе, требуют, настоятельно требуют совершенствования образовательного пространства. И как это ни парадоксально, необходимость обучать в одном классе детей с разным уровнем владения русским языком, русским как родным и как неродным, вынуждает педагога преодолевать методические штампы, пересмотреть методы, формы преподавания, прежде всего, курса обучения грамоте, как составляющей системного курса русский язык. Мы видим, что действительно ситуация в образовании изменилась. И как следствие, в общем-то, это появление федерального государственного образовательного стандарта с требованиями и планированные результаты, требуемые, должны быть достигнуты каждым учащимся. То есть универсальные учебные действия, как предметные, так и метапредметные, должны быть сформированы у всех без исключения детей. Так вот, давайте все-таки еще останемся недолгое время вот в нашей современной ситуации в образовании. Вот они, практические задачи, решение которых и обеспечит достижение основных целей изучения предмета, в данном случае курс «Русский язык» и его составляющая «Обучение грамоте». Издательство «Просвещение», конкретнее, учебно-методический комплекс «Школы России» предлагает для решения этих задач учебно-методический комплекс «Обучение грамоте», который у нас состоит из учебников двух частей, методическое пособие с поурочными разработками, прописи четыре части и дидактические пособия, читалочка Самойлова и Абрамова и электронное приложение к учебнику в виде диска. Конечно же, и это рабочая, авторская, рабочая программа сейчас перед вами. Вот отражены те изменения в базисных учебных планах, которые нашли отражение в авторской рабочей программе и которые выложены на сайте, адрес сайта перед вами. Больше того, цветом выделены те изменения, которые произошли в количестве часов на определенные разделы, темы и так далее, в связи с уже четырьмя вариантами базисного учебного плана. Но это не тема нашего сегодняшнего разговора, об этом я говорила в августе в своем вебинаре, который посвящался вообще курсу «Обучение грамоте». И при необходимости, желании, можно в архиве обратиться к содержанию этого вебинара, чтобы разобраться в учебно-методическом комплексе «Обучение грамоте». Тема у нас несколько иная. Так вот, все есть. Есть то, что дано издательством «Просвещение», это учебно-методический комплекс «Обучение грамоте». Ученик. Дело в том, что так уж природа устроена, что языковые, язык, да, и все языковые особенности не передаются по наследству. Помещение ребёнка в другую языковую среду даёт возможность обучения языку. Вот это истина. И с этим действительно не нужно бороться. Просто я знаю таких педагогов, которые начинают бороться. Вот у нас такие-то, такие-то ученики. Ребёнок обучает. А третья составляющая образовательного процесса – это сам учитель. Так может быть, нам стоит заглянуть сегодня и обратить свои взоры именно в полиэтнический аспект умений учителя? Это действительно очень серьёзный вопрос. Ведь какой учитель чаще всего перед нами? Мы имеем стандартное, да, общее, филологическое образование или образование педагога, преподавателя, учителя начальных классов, которое у нас нацелено на обучение, на преподавание русского языка как родного. А ситуация изменилась. Теперь у нас уже по существу выделен особый вариант преподавания на русском языке с изучением родного. Это третий вариант базисного учебного плана. Так вот, давайте посмотрим, что же здесь нужно вспомнить учителю. Над чем нужно серьёзно задуматься, потому что проблема действительно чрезвычайно серьёзная. Речевое общение – сам феномен речевого общения. На первый взгляд речевое общение происходит просто. Я говорю, ты слушаешь, и мы понимаем друг друга. Но если вдуматься, как это происходит, то мы наталкиваемся на странное явление. Говорение совершенно не похоже на слушание, а понимание не похоже ни на то, ни на другое. Больше того, процессы говорения и слушания, они зеркально противоположны. То, чем заканчивается процесс говорения, по существу является началом процесса слушания. Говорящий, получив импульсы от мозговых центров, производит работу органами речи, артикулирует, в результате чего получается звук. Или звуки, которые через воздушную среду доходят до уха слушающего и передаются по слуховым нервам, доходят до мозговых центров в виде ощущений, которые затем и осознаются. Отождествление говоримого, то есть артикуляционный комплекс, и слышимого, то есть акустический комплекс, обеспечивает правильность восприятия, без чего невозможно достигнуть взаимопонимания говорящего. Для правильного восприятия необходимо, чтобы оба собеседника владели одинаковыми артикуляционными и акустическими навыками. Навыками одного языка. Я не случайно сейчас заостряю внимание вот на этих теоретических положениях, потому что это объясняет нам те трудности в обучении русскому произношению, которые возникают у детей, для которых русский язык не является родным. Следующий этап – это понимание. Это ещё одна проблема. Оно может быть достигнуто, если говорящий и слушающий связывают артикуляционно-акустическое действие с одним и тем же значением. Поясняю. Табак. Вот я произнесла это слово. Табак. В русском языке вот это артикуляционно-акустическое действие соотносится с определённым значением средства для курения. Предмет курения. А если мы войдём в другой язык, турецкий, например, нам кажется, что это явно будет всё понятно для них. Оказывается, тоже артикуляционно-акустическое действие табак имеет другое значение. Это блюдо или лист бумаги. На турецком языке вот то значение, которое у нас, слово табак соответствует в русском языке, звучит и слушается, естественно, слышится по-другому. Это тю-тюн. Вот вам. Казалось бы, настолько всё предельно просто, но вот из этого простого вытекают очень серьёзные проблемы. Обучение детей, для которых русский язык не является родным, должно строиться именно на речевом общении, причём во всех видах речевой деятельности. Это обязательное условие. И давайте посмотрим на те компоненты обучения, благодаря которым мы достигаем вот тех целей, которые изначально ставим. Обучение детей, не носителей русского языка, русскому языку. И мы видим, первый компонент – это правильное произношение. Действительно, правильное произношение – это условие развития устной речи, выразительного чтения, письма. Грамматические знания и навыки – это практическое уже освоение языка, это свободное пользование словоформами, спонтанной речи. Или ещё можно сказать – это грамматический автоматизм. То есть это уже другая слагаемая. Лексическая база. Постепенное качественное увеличение лексической базы определено. Мы начинаем с количественного увеличения словаря на первом этапе. Вот на втором включается качество, потому что оно осуществляется за счёт осознания таких явлений русского языка, как многозначность. Мы знакомим детей с синонимами, антонимами, фрадиологическими оборотами и так далее. То есть детям открывается выразительность языка. Третий этап вот того же уровня лексика – это усвоение закономерности использования средств художественной выразительности русскими писателями. Если ребёнок чувствует красоту, слога, слова поэтов, писателей, классиков, представителей, пишущих на русском языке, то это уже шажок к осознанию языка, будем говорить, даже к постижению языка, как второго родного. И, конечно, высочайший уже уровень – это осознание текста, образующих возможности грамматических категорий. То есть тех текстовых наших категорий, которые возникают, реализуются в целостном тексте, в соответствии с типами речи, когда, опять же, учащийся постигает их в художественном тексте конкретного автора. Вот по существу те слагаемые, которые, конечно, учитываются педагогами, учителями начальных классов, и которые продолжают своё и формирование, и развитие в основной школе. Давайте мы сейчас обратимся к следующему нашему слайду, чрезвычайно важному, на котором по существу будет строиться весь наш дальнейший разговор. Дидактика. Дидактика – это теоретическая основа методики. Современный учитель, конечно же, должен строить обучение русскому языку, учащихся, для которых русский язык не является родным, в соответствии с общедидактическими принципами. Именно принципами дидактики определяется и содержание, и методы, и организационные формы обучения в школе. И вот те принципы, которые вот хотела бы я сегодня заявить. Принцип научности. Да, в обучении этих детей также необходимо основываться на принципе научности. Учащиеся должны получить именно научное представление о звуке, что им поможет не отождествлять звук и букву, понять, что при произнесении русских слов нельзя исходить только из их написания, а при написании не всегда можно исходить из их произношения. Далее. Принцип системности и последовательности говорит о том, что вот даже в нашем сегодняшнем разговоре в основу обучения фонетики, как основы обучения произношения, необходимо заложить звучащее слово. И в связи с этим нужно говорить сначала о звуках, а затем о буквах, которые обозначают эти звуки. То есть учащиеся должны понять, что звук – это явление акустическое, буква – это видимое начертание звука. Ну вот, например, как обучить произношению слов с мягкими согласными звуками на конце пара типа угол – уголь? Здесь необходимо сопоставительное чтение. Но мы в дальнейшем будем говорить до этого чтение нарочитое, которое показывает разницу звучания слов. Угол – уголь. То есть включение артикуляции. Вот всё будет нам хорошо, понятно и представлено, если мы вот чуть-чуть потерпим, когда будем говорить о приёмах. Вот там мы об этом, конечно, развернёмся и представим себе, а как же вот эта артикуляция, имитация, сопоставление, объяснение включаются друг в друга, дополняют друг друга, помогают опять же в достижении той цели. После того, когда мы определили артикуляцию, когда мы вот это звучание послушали, мы увидели, как это выразилось на письме, включение мягкого знака, мы начинаем только после этого объяснять, говорить, включать слова в предложение, тексты и так далее, то есть работать по лексическому комментарию. То есть здесь принцип действительно системности, последовательности. Преемственность – это обязательный, опять, принцип при обучении детей, для которых русский язык не является родным. Строить обучение только на основе ранее изученного. Не опережать, не забегать вперёд. То есть не всегда требуется вот завышать таким образом планку, потому что у нас существуют, как вы знаете, другие принципы дидактические, доступности. То есть давай им трудность, но трудность, которая постигается ребёнком, достижима ребёнком. То есть мы видим все дидактические принципы, как мы привыкли, они должны быть связаны друг с другом, должны взаимодействовать в учебном процессе. Методы обучения русскому языку, как неродному языку. Вот такой, к сожалению, не очень красиво звучащий термин, но он существует. Вот мы на некоторых только остановимся. А почему у нас так перескочило? Так вот. Итак, их существует несколько. Прямой. Ну или ещё есть название натуральный метод. Он заключается в создании именно прямых ассоциаций между самим предметом, признаком, действием и словом, которое называет предмет, признак действия, минуя родной язык. То есть, по сути, это вот этот натуральный метод, это тот естественный путь, по которому ребёнок осваивает свой родной язык в том далёком детстве. Методика обучения детей, для которых русский язык не является родным, не может строиться без учёта родного языка. Вот это я сразу ввожу, не сравнивая затем, не обсуждая с вами вот эти методы, какой является предпочтительнее и так далее. Невозможно. Именно привлечение родного языка для сопоставления, для перевода, а перевод может быть и лексическим, и грамматическим, он должен обязательно занимать определённое место. И вот он, а второй метод. Но если мы будем основываться только на этом методе, то есть любое языковое явление, любое слово мы обязательно сравниваем с родным языком. Да, это будет понятно для объясняемого, но этот метод не всегда эффективен. Почему? Да потому что русский язык в большинстве своих случаев это язык многозначных слов, метафорических слов, мифологических слов. И вот когда мы сравниваем подобные слова со словом в родном языке, мы видим, насколько эти слова не тождественны по объёму значения. И тогда что получается? Во что мы впали? Мы, получается, держим детей именно в атмосфере родного языка и не даём им быть и за рамки родного войти в русский язык. А то, чему нужно учить, то есть сам русский язык, остаётся в тени, остаётся неусвоенным. И вот следующий метод, это комбинированный, он сознательно, практически, это объясняет суть этого метода. И как раз он выходит на коммуникацию. Суть его в том, что родной язык привлекается лишь постольку, поскольку он помогает изучению русского языка. То есть учитываются особенности родного языка в плане указания как на тождественные, так и на отличительные признаки сопоставляемых языковых явлений. Известно, что артикуляционный аппарат каждого человека с детства привыкает к определённым движениям. Движениям, которые характерны для звуков родного языка, для его фонетической системы в целом. Поэтому учёт особенностей родного языка следует считать одним из важнейших принципов обучения русскому произношению в полиэтническом классе. Вот это я сразу заявила в начале этого слайда. Известно, что орфография и чтение теснейшим образом связаны со звуковой системой языка. Большинство написаний опирается на произношение. Поэтому в письменных работах учащихся более 60% ошибок составляют фонетические, обусловленные нарушением именно произносительных норм. А орфографические лишь 30%. Вот поэтому наш сегодняшний разговор мы по существу посвящаем ошибкам, трудностям, проблемам, путям решения этих проблем обучения русскому произношению. Вообще трудности, связанные с выработкой навыка произношения русской речи, объясняются тем, что у ребёнка до поступления в русскую школу слух и органы привыкают к звукам родного языка. Вот по мнению филолога Трубецкого, слушая чужую речь, мы по существу при анализе слышимого непроизвольно используем привычное нам фонологическое сито. Вот это фонологическое сито и есть у каждого ребёнка, для которого русский язык не является родным. Вот не имея фонематического слуха вот того именно направления, которое обозначено в русском языке, для разграничения звуков русского языка, учащиеся, для которых русский язык не является родным языком, слышат такие звуки, как и и и, одинаково, они их не различают, ни на слух, ни произнести не могут, исходя из того, что слух и органы не приучены. Они одинаково слышат твёрдые и мягкие согласные звуки русского языка, всё исходя из того же. Ну, а выход, я сразу просто скажу, это вот те традиционные пятиминутки для отработки произношения звуков, сочетаний звуков, словосочетаний, в которых учащийся допускает ошибки с первого по одиннадцатый класс, до выпуска из школы. Кстати, это нужно и русским учащимся. Далее, ещё один момент предварительный, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Для обучения произношению, русскому произношению, нужно знать, и очень важно знать, что каждая фонема представляет собой по существу пучок фонологических и фонетических принципов, признаков, извините, и замена одного признака ведёт, в общем-то, к образованию совершенно другого звука. И вот, исходя из этого, трудность составляет не звуки, а трудность составляет признаки звука. Поясню. Допустим, звук ф, который чрезвычайно труден для детей, для которых русский язык не является родным языком. Так вот, трудность здесь представляет признак согласного, а именно место его образования, то есть губно-зубная артикуляция. Вот что. И остальные признаки, как глухость, как, допустим, позиционная твёрдость, это не трудность, потому что эти признаки есть в родном языке. Я не случайно, вот сейчас обращаю на это внимание, то есть, зная это, учитель может сконцентрировать свои усилия, направить их на именно, вы поняли, да, на правильную артикуляцию и системную работу над формированием артикуляции, а соответственно на формированием умения произносить и слышать эти звуки. Ну и, соответственно, дальше выход на букву, умение это видеть, слышать в слове. В ряде языков отсутствуют гласные «ы», «о», мягкие согласные, твёрдые согласные, допустим, в позиции перед «ы», и наоборот, другая сложность, избыточность, то есть, не существующие для русской фонологической системы признаки. Они есть в родном языке. Вот я не говорю, что нам нужно всем учителям взяться и изучать языки детей, родные языки тех детей, которые пришли к нам в класс. Но во всяком случае интересоваться отдельными моментами, которые помогут ребёнку быстрее войти в русскую языковую среду, это учитель обязан делать. Да потому что это как раз та основа, тот фундамент, который помогает решать очень много проблем. Ну вот, сразу вот эти трудности высвечивают ошибки. эти учащиеся смешивают гласные звуки, вот они сейчас определены вам в положении под ударением, все практически гласные звуки, как мы видим. Звуки «Ы» и «И» они смешивают во всех позициях, и под ударением, и без ударения. Они не различают эти звуки. Значит, с чем это связано? Дело в том, что, вот то, что касается звуков «Ы» звука «Ы» нет в их языке. В большинстве языков тех детей, которые или приходят в класс дети-мигрантов, переселенцев, или, я говорю сейчас о детях, которые у нас обучаются на русском языке с изучением родного в республиках. Нет этого звука. Оно не заложено, это звучание, самой артикуляцией, самой акустикой этого языка. Неразличение звуков в положении под ударением, допустим, звука «О» и «У». То есть дети одинаково произносят слово «роль» и «руль», они не слышат, что это разные слова, это просто пока не дано их оху. Почему, с чем это может быть связано? Не только с отсутствием, а дело в том, что у нас звук «О» в русском языке, он, ну вот, есть такой не совсем научный термин сложный, то есть у него как будто бы есть призвук «У». «О». Вот мы как его произносим? «О», «О», вытягивая губы как «У», а затем растягивая эти губы, произнося «О». А учащиеся слышат «У», а так как нет навыка услышать «О», то он не различает эти слова. Далее проблема, ошибка, это твердые и мягкие согласные, о чем мы тоже говорим. При замедленном произнесении мягкие согласные перед гласным учащиеся заменяют твердым согласным звуком. Далее возникает звук «Й», потому что учащиеся замечают лишь образный элемент мягкости, вот этот «Й», вот они его заметили. И после твердого согласного они вклинивают этот звук «Й», дальше у нас идет звук гласный, получается «Апья», «Апья». А концу слова, где мягкий согласный вообще не повезло, будем так говорить, они вот этот «Т» заменяют на «Африкат», на «Ц». в «Африкат» у нас входит составным звуком этот мягкий «Т». И получается «Апьять» или «Пять». Вот эти ошибки, то есть учитель должен понимать, почему это возникло, что здесь ребенку не до конца понятно и над чем, над формированием чего нужно работать. Конечно, еще ошибки в сочетаниях согласных звуков. И я не случайно сейчас предлагаю вашему вниманию страницу азбуки. Практически с начала появления согласных, букв согласных уже появляются стечения согласных. И вот тут учитель должен понимать вот это сложность для детей, для которых русский язык не является родным, если честно, и не только, а практически для всех детей. То есть нужно мне, как учителю, выстроить работу с этими сочетаниями, потому что дети чаще всего вот эти сочетания промежают гласными звуками. Друг они произносят как дурук. Если это у нас литр и стечение согласных на конце слова, то они обязательно разбавят гласным на конце литра и так далее. Давайте сейчас мы посмотрим с вами на методы, которыми учитель должен владеть, которыми должен пользоваться, приступая к отработке артикуляционных навыков. Имитация. Имитация или подражание речи учителя. показ или объяснение артикуляции при произношении звука. Это еще один метод, основной метод. И вот здесь я обязательно должна вам напомнить о замечательном труде реформатского введения в языкознание. Всем знакомо, да? Учителям до боли знакомо это пособие. Так вот, в случае о которых мы сегодня говорим, это пособие должно стать настольной книгой. Показ положений определенных органов речи, в том числе здесь можно использовать, допустим, вот страницы как раз пособия реформатского. Здесь можно использовать мультимедиа, потому что сейчас в интернете учитель может найти действительно по существу короткий фильм, который можно показать детям, как работают органы речи при произнесении тех или иных звуков. Конечно, нужно использовать и записи, записи чтения, отрывков произведений, стихотворений и так далее профессиональными чтецами. Вот это все мы относим к показу, к объяснению артикуляции и метод сопоставления. Метод сопоставления звуков русского языка, которые часто смешиваются, которые тоже вызывают трудности. Это может быть сопоставление звуков русского языка и звука родного языка и так далее. Кстати, хочу сказать, особенно это, конечно, касается учителей, носителей русского языка. мы должны помнить, что ни один звук русского языка не произносится, как звук родного языка учащихся, для которых русский язык не является родным. Вот это опять истина. С этим не нужно спорить, что похоже, вот зря вы сказали, а вот один в один звучит. Нет. Вот это мы должны помнить. И, конечно, помнить еще один момент, связанный с принципом научности, что тождественные буквы не обозначают тождественных звуков. Вот это два постулата, которые мы должны помнить, приступая к отработке артикуляционных навыков. Итак, имитация. Имитация это чрезвычайно важный, полезный метод для выработки у учащихся фонологического слуха, для различения звуков русского языка, для дифференциации звука. Метод подражания по существу можно использовать вплоть до окончания школы, основной школы. Методом подражания усваиваются звуки, которые отчаются от звука родного языка. Далее, артикуляция это положение органов речи при произнесении того или иного звука. И сущность артикуляционного метода заключается в том, что учитель показывает положение органов речи и их движение при произнесении звука. Например, учащиеся вместо «ы» произносят «и». Об этом мы уже говорили. Попросите учащихся отодвинуть язык. Если честно, особенно в первом классе, это очень трудно сделать. В таком случае можно использовать обыкновенный карандаш, допустим, только не острым концом, и отодвинуть язык механически, сдвигать язык при произнесении звука «и». И он действительно «и». И мы выходим на звук другой, и ребенок слышит, что он произнес уже совершенно другой звук. Больше того, он понял, как это артикулировано, то есть включается этот артикуляционный комплекс. Это очень важно. Но, конечно, до этого учитель сам правильно произнес этот звук. Я для чего вот это сказала? Чтобы показать, как имитация и показ объяснения артикуляции дополняют друг друга. И, конечно, поскольку мы произнесли сначала «и», и увидели, как при этом у нас работал язык, который упирался в нижнее, у нас альвеолы в нижние зубы, и как он потом отодвинулся, и, может быть, привлекая мультимедиа, мы увидели, как на мультимедиа показали, как спинка языка поднялась, вот, и это ребенок пытается ощутить на себе, то есть вырабатываются кинестетические ощущения. Это нам чрезвычайно важно. Это все из того начала нашего разговора, из того, что артикуляция и акустика должны соответствовать друг другу и соответствовать именно языку, русскому языку, акустическому комплексу и артикуляционному комплексу русского языка. Далее, конечно, мы должны будем с вами выйти на сопоставление и у нас будет очень достаточное количество примеров нашей сегодняшней встречи, не только звуков, но сопоставляются и слова, начинаем с сопоставления слов, которые различаются одним звуком, типа рад и ряд и опять здесь включится и артикуляция и опять включится и имитация, то есть дети должны будут повторить правильное произношение учителя или чтеца и так далее, а затем артикулировать это с использованием того же карандаша или с использованием мультимедиа, попытаться это повторить и так далее. Итак, в большинстве случаев, вот как я попыталась сейчас уже на этих примерах показать вам, смешение звуков при чтении, при произношении обусловлено нечёткостью слухового восприятия и слуховых представлений о звуках. Поэтому работу по формированию дифференциации смешиваемых звуков необходимо начинать именно с опоры на зрительное восприятие, на тактильные и киностатические ощущения, которые получают дети от органов артикуляции во время произношения звука. Вот прежде всего конечно отрабатываем вот эту способность киностатического развлечения на самых простых, ну конечно так выражаясь звуках самых понятных это звук и у например почему я выбрала эти гласные во-первых это гласные во-вторых это гласные которые произносятся с использованием с работой разной работой губ прежде всего при произнесении и у нас губы растянуты и как бы в улыбке при произнесении звука у у нас губы вытянуты да вперед и какие здесь можно предлагать детям упражнения вот смотрим сразу уже на слайд да конечно вот это зеркало вот несмотря на то что допустим у меня был полностью класс русскоязычных детей зеркало постоянно лежало в период обучения грамоте на столе нам нужно было выработать осознание вот этого артикуляционного комплекса которым владеет русский язык которым должен овладеть осознанно и ребенок а уж в этом случае когда в классе находятся дети для которых русский язык не является родным это вообще обязательная составляющая произнеси звук перед зеркалом допустим и вот мы его привели да как пример и определи сам вот сначала в каком положении находятся губы очень трудно особенно ребенку которого русский язык не родной вот подбирать слова помогите ну что они у тебя вытянуты растянуты и он естественно вот этой подсказке рад но ведь он ее использовал осознанно ведь вы ему дали возможность выбора это не значит что он вам за вами как эхо повторил это значит что он осознал губы растянулись мало того он еще и поработал с лексическим значением глагола но об этом потом больше того на урок можно вводить использование всякого рода символов вот этих символических изображений но до них конечно работаем и допустим определили работаем у определили как работают губы при произнесении этого звука а вот потом нам нужно их слить воедино и у и у а затем мы поменяем местами у и и это не лишняя работа кто-то может быть сейчас сидит и думает господи но это действительно это меня тормозит это время я на это затрачу время у меня то-то-то-то-то по программе должно быть коллеги вот эта работа вернется к вам старицей потом потому что вы изначально работаете над коррекцией вот эти трудности произношения трудностей услышать ребенком диктант вот почему в диктанте очень много ошибок у подобных детей да потому что проскочили очень быстро эту работу соответственно не отработали обратите внимание мы работаем только со звучанием мы буквы вообще еще не вводим даже то есть вот этот период до буквины используйте на полную капушку затем мы уходим от зеркала все исключаем глаза теперь мы должны произнести причем самостоятельно этот звук и без зеркала объясни как у тебя работают губы и опять это не нарочитое задание не лишнее то же самое со звуком и то же самое со слиянием и у и у и попробуй сам просто по артикуляционным ощущениям объяснить как они у тебя работают а вот затем мы уходим на беззвучку причем по беззвучной артикуляции попробуй определить какой звук произнесен и это делает учитель потом он сливает потом он меняет местами вот эта схема хорошо если вы сейчас это себе помечаете записываете вообще сегодня очень насыщенный вот в таком плане у нас будет с вами вебинар и если вы делаете короткие записи это замечательно потому что по существу сейчас мы с вами определили ту последовательность по которой нужно работать с отработкой артикуляции звука и так здесь мы учились различать работу губ а вот аналогичным образом не буду забегать тоже вперед отрабатывается различение в положении губ при произнесении гласных звуков и а вот такая пара столкните их пусть дети поработают с этой артикуляцией с осознанием ее у о вот еще вам одна пара согласные м л разная артикуляция м губы сомкнуты л губы опять растянуты раскрыты умение кинестетически ощущать кончик языка приподнят или опущен он формируется вот на таких звуках на сравнении звучания с т а д а л а т различение в способе образования звуков смычка или щель на таких звуках как ш т ж д причем при произнесении звуков ш и ж кончик языка приподнят а при произнесении звуков т и д образуется смычка кончик языка у нас упирается прижимается к верхним альвеолам ну и что еще вот на что хотела бы обратить внимание это различать кинестетически широкий язык и узкий кончик языка это конечно н л как лопата н это ребенок чувствует просто язык плашмя лежит и л он сужается на кончик упирается у нас верхние альвеолы вот эти все различия конечно очень хорошо введение языкознания вот поэтому я говорила настольная книга при работе с правильной артикуляцией с объяснением я не говорю что вы при объяснении вводите эти термины это термины для вас для детей это совершенно конечно будут вами использованы иные слова развлечения звучания согласных голосовые связки включаются в работу вот здесь тактильные ощущения руки кладем большой указательный палец на горло и мы конечно же четко ощущаем как работают голосовые связки при произнесении рычания дрожания голосовых связок или отсутствия если можно положить тыльную сторону ладони как удобно как удобно учитель как он привык вот таким образом работать как это выводится я здесь привлекаю страницы азбуки горецкого как это можно использовать азбукой просто учителю опять нужно видеть вот этот материал в страницах учебника посмотрите что кричит девочка а какой она звук кричит вот мы по артикуляции уже можем определить то есть мы выходим уже на узнавание а у нее рот открыт а у она еще не сказала а вот а как она должна изменить положение губ то есть она должна то есть вот как мы работаем со страницами учебника соответственно пока могут быть вот эти ау 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 закрыты для этого мы можем привлекать и конечно обрезанные электронные приложения эта функция у нас тоже есть или привлекать электронную форму учебника азбука где мы можем также обрезать это изображение пока не вынося сами буквы нам нужно пока звучание далее учитель вообще мы закрылись учитель может беззвучно это таким же образом произносить а дети это должны будут узнавать различать и так далее вот еще страницы азбуки все слова то есть а здесь ты должен сначала когда мы вообще работаем со звуками мы произносим это громко потом мы произносим это шепотом и только потом уже третья ступень самая такая освоенная показывающая освоение ребенком артикуляции да это во внутренний план переводим или как еще иногда говорят в умственный план все слова в которых есть звук чрезвычайно сложное задание то есть здесь вы можете поработать с формулировкой этого задания автором или снижая планку для соответствующей группы детей или дав им помощника и так далее то есть здесь у нас уже наработки у учителей начальных классов совершенно однозначны но я призываю и авторы к этому призывают творчески относитесь к тому содержанию к тому аппарату вопросов и заданий которые дает учебник и вы уже понимаете вот опять я говорю да о полиэтническом аспекте умений учителя вы уже понимаете насколько ребенку для которого русский язык не является родным будет сложно выполнить это задание значит нужно будет или ограничить или дать помощники и так далее ну что при фонематических проблемах у детей нарушается различение вот таких смешиваемых звуков согласных вот сейчас я вывожу это на слайд это африкаты о которых мы уже говорили и звуки которые входят в состав этих африкат то есть смешиваются с и с ч и т ч и щ смешиваются звонкие и глухие особенно смычные д т б п г к смешиваются свистящие з с шипящие ж ш твердые и мягкие мы уже об этом говорили смешиваются свистящие и шипящие между собой то есть целый букет проблем и в этом случае вот можно было бы рекомендовать следующую последовательность ну конечно в соответствии с тем порядком изучения букв который обозначен в азбуке Горецкого но обязательно появляется буква б у нас ну соответственно которая обозначает звуки и нам нужно вернуться к букве п а мы все равно вернемся потому что нас на это вынуждает орфография для того чтобы мы увидели услышали осознали процесс факт в русском языке оглушения то есть это есть в азбуке Горецкого но мы как учителя должны понимать что здесь мы должны работать опять же над сопоставлением этих звуков и сопоставлять мы их будем опять же в определенной последовательности для по определенному плану чтобы не путать по определенному плану для детей для которых русский язык не является родным языком первое это предварительный этап то есть дети уже встречались со звуком с буквой П и буква П соответственно нам нужно уточнить артикуляцию этого звука с опорой на зрительное слуховое тактильное восприятие на все наши киностатические ощущения которых мы говорили то есть допустим нам нужно различить звук З и Ж возвращаемся к звуку З говорим что при произнесении у нас уголки губ растянуты кончик языка находится за нижними зубами с помощью тактильного ощущения мы уточняем что при произношении этого звука допустим З образуется холодная узкая струя воздуха голосовые связки дрожат слуховой образ мы сюда обязательно должны подключить то есть связаны с неречевым звучанием это звучание комара гудения комара далее обязательно нам нужно будет выявить звук на фоне слога причем звук дается в таких в окружении таких словов где нет смешиваемых звуков обязательные условия не завышайте вот эту планку не создавайте дополнительную трудность потому что у вас цель иная вам нужно из этих слогов которые кстати не написаны не пропечатаны не высвечены на доске а озвучены ребенок должен выделить те слоги где заданный звук и поднять или флажок или там какой-то сигнал и так далее о котором вы договорились конечно здесь включается замечательное пособие о котором я уже говорила Абрамова Самойловой читалочка вот сейчас оно перед вами корочка но уйдем вот на страницы которые обозначены буквой не сразу раскрывать опять это пособие а озвучивать обратите внимание на разминку как поют комарики ведь мы можем начать работу со звуком вот с этого а что это вам напоминает потому что звук-то уже мы изучали и так далее или чистоговорки вовлекать в урок тоже это можно без зрительного нашего восприятия а только на слух это нам чрезвычайно важно за-за-за начинается гроза или прилетела стрекоза и так далее то есть услышать вот это за услышать важный заданный звук конечно же на уроке у нас обязательно будет привлечение всякого рода загадок скороговорок пословиц чудесное превращение вот здесь потому что сейчас уйдем с этой страницы хочу на это обратить внимание вообще чрезвычайно интересное пособие больше того оно действительно очень хорошо работает с азбукой Всеслава Гавриловича Горецкого потому что часто темы переплетаются пересекаются очень удобно вводить это пособие на урок конечно же это привлечение электронного пособия здесь для вас я намеренно открыла вот эту вкладочку схему вообще она до поры до времени закрыта и она должна быть закрыта потому что мы идем от предмета мы называем его заяц и мы вдруг выделяем что здесь вот такой-то звук больше того здесь мы можем уже включать в работу какой момент а в какой части слова это находится в начале или в середине очень важная составляющая этой работы и потом выходит схема со схемой тоже кстати можно выстраивать достаточно интересную работу или то же самое только теперь уже вы чувствуете это другой звук это мягкий это у нас зебра это можно вводить если это сейчас слишком рано уводите мягкий на другой этап урока то есть это всегда можно будет сделать и выбрать конечно же мы уже говорили вот говоря о читалочке мы выделяем звук в слове умение определять наличие звука в слове убрать глаза изначально то есть только звучание вот сначала должно как вот как говорится назвучаться а потом мы раскрываем страницы азбуки и уходим к букве вообще букву мы вводим только в том случае когда дети очень хорошо определяют узнают звук в слове определяют наличие звука в слове вот в самом разном звуковом окружении ну и конечно же здесь чрезвычайно полезно будет это вот опять рекомендации вводить как можно больше картинок у нас очень насыщенная азбука картинками но я говорю здесь когда мы азбуку открыли мы уже сразу вынули вот картинки позволяют все-таки звучать 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 и мы можем к определенному звуку подбирать картинки мы можем их группировать то есть есть звук нет звука мы можем если сталкиваем два звука разводить их по двум группам мы можем вообще провести диктант да как это ни странно звучит хотя вот многим педагогам этот прием знаком потому что он вечный еще этот прием использовал мой учитель начальных классов разделить страничку на две части на одной рисуем плюс на другой пишем минус и или точками или наклеечками как сейчас да это очень быстро можно сделать или кружочками мы акцентируем то что есть звук в произнесенном учителем слове или в загаданном товарищем слове потому что это может быть самодиктант и так далее то есть все пока звучит и только потом мы вытаскиваем букву и также можем группировать под буквой картинки и так далее конечно здесь у нас должна быть работа со схемами схемы у горецкого представлены вот в виде слияния ну и пусть это детям понятно пусть оно остается в зрительном образе в том образе слияния которое мы будем нарабатывать постепенно пока без обоснования того почему вот у нас вот так наискось эти кирпичики разделены здесь нам удобно работать с выделением ударного слога но это попозже а вот сейчас посмотрите просто как иллюстрация опять же назовите птиц в каком слове нет звука у и поставь соответственно схему правильно а это не просто у нас схема это количество звуков это очень серьезный очень важный момент и об этом мы будем говорить с вами на следующей нашей встрече потому что форсировать его тоже не следует пока вычленение пока узнавание звука в окружении или вот задание тоже из азбуки с вычленением ну вот звука с которым мы работали сейчас с допустим наличие и отсутствие в этих картиночках электронное приложение вот посмотрите ведь оно тоже богато но я еще раз говорю здесь нужно понимать что вы делаете на этом уроке какая цель какие задачи вам поработать нужно только с твердым звуком или вы уже будете их сталкивать твердый и мягкий мы об этом поговорим позже но это уже не смешиваемые звуки допустим з ж о которых мы говорили то есть это в соответствии с целью когда нам нужно развести твердость и мягкость конечно наличие звука в начале в середине в конце вот чуть-чуть отвлекусь от этого слайда игра в лото тоже знакомый да я вот по улыбкам уже чувствую что многие сразу это знакомый прием используется очень многими учителями те же картинки и вот тут можно ввести букву или фишку тоже кстати как вариант если буквы еще рано если в этом слове есть заданный звук кладем эту букву еще пока вот просто вот мы ее кладем на эту картиночку если уже готовы дети к тому чтобы определить в начале в середине или в конце в конце кстати лучше не торопиться а лучше разводить начало вообще сначала работать именно с этим начало и середина то есть вот эти две позиции и соответственно кладем уже полоску которая у нас разделена на по существу две части начало и середина и на картинку соответствующую мы кладем полоску в которой обозначена буква или в начале или вот этой второй части полоски там уже эта буква нарисована или фишка поставлена если до буквы у нас еще не дошло вот посмотрите пожалуйста то содержание которое опять предложено у нас азбукой ведь здесь по существу вот эти смешиваемые звуки но их уже мы соединяем со звучанием гласных то есть мы выводим на слоговое чтение постепенное или здесь можно просто сравнить это если у нас стоит задача различения твердости мягкости или сравнить вот ниже козы косы вот эти смешиваемые звуки то есть вы видите на одной странице две проблемы вот я опять на это акцентирую ваше внимание в зависимости от того какая задача вот стоит на этом этапе или какая проблема вот такая актуальна очень важная действительно характерная для очень многих учащихся вы выбираете то или иное содержание и работаете на этой странице с привлечением этого содержания она наполнена здесь видите две проблемы здесь смешение у нас звуков с з или твердых мягких соответственно линия с и линия з со звуком з или з или с и с то есть нужно быть очень внимательным учителем чтобы как раз понимать как будет работать это содержание и конечно же предложение и вычленение звука заданного из предложения вот опять чуть-чуть рано я перелеснула но вы помните ту страничку там где у нас косит косой или у зины коза то есть в этих предложениях они насыщены вот этими заданными звуками или учитель привлекает свое и вот далее мы сопоставляем то есть сначала мы работаем раздельно с каждым звуком а затем сопоставляем потому что цель у нас совершенно четкая определенная цель это дифференциация звуков з и ж и сначала мы вот их опять должны сравнить сопоставить по артикуляции вспоминаем что з у нас растягивается что ж у нас вытягивается трубочкой губы как участвует у нас язык обязательно это не нарочитое привлекаем слуховой образ то есть комары гудят пчелы жужжат и так далее вот это как раз возвращение к артикуляции сравнение звучания этих смешиваемых звуков и только потом вы уже понимаете что мы выходим к развлечению к выделению дифференциации этих звуков на фоне слога вот здесь я дала по существу не просто слоги а вот тот путь сначала у нас одинаковые гласные чтобы мы могли именно на одинаковых гласных увидеть разное звучание слогов из-за разных согласных звуков затем мы меняем местами затем мы меняем чередуем гласные то есть вводим уже группами эти гласные звуки а затем вот обратите внимание мы только только затем мы подводим два согласных звука чтобы услышать но сначала нарочито артикулируем за ж вот вот это помогает нам вот именно создать артикуляционно акустический комплекс произношения и слушания услышания этого звука если можно так выразиться ну и конечно же опять читалочка Абрамова Самойлова вот обратите внимание у нас там есть страницы которые посвящены отдельным звукам вот в соответствии с нашей задачи с нашей целью действительно отработки смешиваемых звуков сначала мы отрабатываем изолированно а затем мы их естественно должны столкнуть для того чтобы уметь различать и вот здесь мы видим задания вот они для вас выделены овалом слог и слово загадка вот замечательные вот эти вот приемы ну они идут у нас еще от занимательного звуковедения вы помните да вот эту книжку воли замечательную книжку на которой тоже мы все с вами практически учились и учили своих детей вот сейчас естественно учим детей для которых это будет проблемой освоения русского языка буквы заблудились скороговорки слово спряталось я просто обозначила вот эти разные виды упражнений и конечно мы в любом случае мы работаем над определением какой звук какое место в слове он занимает разложи картинки или подбери картинки или подбери слова уже уйдя от зрительных образов выходим на образ опять внутренний или как еще раз повторю работаем в умственном плане конечно с привлечением графических схем конечно же с игрой в лото и так далее с отгадыванием загадок но вот следующий момент дифференциация в словах это уже тоже нашей вот принципиальной позиции определялось вот эти слова пусть вас не пугают это не для чтения это опять для определения звуков причем звука допустим з и ж в начале звуков з и ж в середине слова вот произнесение этих слов помогает учителю или проводить диктант о котором мы уже говорили но естественно не печатая а только определяя в начале в конце какой звук с привлечением полосочек в которых допустим фишкой обозначена или закрашена позиция начала или середины слова и так далее и конечно же с привлечением электронного приложения это вот знакомое а это я хочу показать что даже со схемами вот в электронном приложении разный формат работы то есть здесь уже мышкой нужно будет заполнить эту схему то есть это уже по существу можно проводить как проверку количество звуков качество естественно этих звуков ну а здесь мы еще видим уже включается у нас деление на слоги и позиция ударного слога конечно нам необходимо выходить на следующий уровень это дифференциация звуков з и ж в предложениях а в дальнейшем связанной речи вот я представляю вашему вниманию по существу здесь три текста один текст это составленный вот такой искусственный текст перенасыщенный звуками з и ж причем причем здесь у нас звук с появляется как провокация вот нам нужно выделить слова которых есть заданные звуки но опять это не читаемые или читающиеся слова предложения а это конечно озвучено ну а вот ниже примеры азбуки где по существу та же задача но может быть выполнена на материале коротких текстов которые даны в уже тексте учебника следующий момент чрезвычайно важный который мы конечно должны сегодня с вами ну хотя бы оговорить это дифференциация твердых и мягких согласных звуков причем здесь мы должны понимать что трудность это в соответствии с этим ошибка то есть когда заменяются звуки когда неправильно прочитывается текст в дальнейшем связаны с рядом факторов первое это я уже говорила это неумение различать твердые и мягкие согласные звуки их просто нет не было в родном языке соответственно к этому не готовы ни артикуляция ребенка комплекс артикуляционный ни акустический это раз второе это может быть нет он уже все хорошо нормально произносит но не может еще выделять а связано это с тем что не понимают что нужно ориентироваться на последующую букву гласного то есть это ряд букв Е Ё Ю Я И которые указывают на мягкость предыдущего согласного или это может быть ошибка то есть опять профессионализм учителя в том разобрался ли он в природе ошибки вот учеников или нет нужно разобраться если это связано с вот первой позицией то для дифференциации твердых мягких согласных звуков нам необходима следующая работа первое это вообще работать над развлечением детьми твердых и мягких согласных звуков в словах мы уже отчасти говорили об этом когда привлекали содержание из читалочки или из страниц учебника Всеслава Гавриевича Горецкого азбука это один момент далее мы должны обязательно уточнить что что одна и та же буква может обозначать твердый и мягкий согласный звук и зависит это все от последующей буквы гласного и вот они группа этих букв гласных которые указывают на мягкость предыдущего согласного звука и следующий момент следующая составляющая этой работы это чтение с ориентировкой на последующую букву гласного особенно в прямых открытых слогах и вот здесь я хотела бы сразу вас вывести ну я думаю что у нас у многих вот эти примеры из опыта работы достаточно накопленные вот поделитесь если у вас вот есть такой опыт мы были бы очень вам признательны и благодарны но вот пока то что вот у меня я не тороплюсь открывать азбуку я ввожу картинки вот эти две картинки а да работаем над развлечением над дифференциацией твердых мягких согласных звуков в и в для чего да для того чтобы мне нужны эти картинки чтобы вывести детей на слова на два слова вот которые мне чрезвычайно нужны это выл и вил они у нас различаются ну прежде всего конечно это согласными первыми звуками звуками согласных твердым и мягким ну что как идет работа конечно мы сравниваем это звучание и выводим детей на вот пусть зеркальце лежит пусть повернутся друг другу пусть слушают громко говорят это разрешается для того чтобы действительно они вообще уловили различие этих двух слов затем если нужно то мы наводящими вопросами или давая возможности выбора подводим их к определению как это как произносится был был вил вил когда вил у нас больше растянут рот напряжение то есть мы работаем с артикуляцией напряжение разное какой звук произносится более напряженно в или в конечно это у нас будет напряженным звук в потому что нам нужно еще и растянуть губы вот все эти наблюдения конечно же работают на то чтобы дети в итоге сделали вывод один звук твердый а другой мягкий далее мы определяем место этого звука выходит сюда на доску там на схему и так далее вот эти две наши графические схемы где мы закрываем или зеленой фишкой и синий или буквами потихонечку потому что какая-нибудь умненькая девочка уже скажет а это одна буква будет мы ее договоримся немножечко разной потому что буква одна а звуки разные вот обратите внимание как можно по разному подавать этот материал это могут быть разные по цвету буквы синяя буква и зеленая буква и мы затем открываем страницу естественно учебной книги где дается главный рисунок а главный рисунок мы уже вот сейчас понимаем что идет работа сначала с озвучкой ну все уже буквы мы познакомились они от них отвлеклись и теперь все внимание вот на этот рисуночек он нам позволяет во-первых определить что здесь есть слова в которых звук в и в есть здесь можно оленочка опять скажет обозначается одной буквой но в таком случае давайте мы разведем какие две команды здесь играют кто будет в разных командах и так далее то есть здесь есть то содержание которое позволяет нам провести вот эти наблюдения над дифференциацией твердых и мягких согласных звуков затем конечно мы будем это закреплять дифференциацию в слогах пусть поднимают буквы пусть поднимают фишки кто-то там вычитывает и так далее затем это переходит на слова слова можно уже материал был на предыдущей странице да у Всеслава Гавриловича здесь занимательной форме те же слова вот они ребусы с тем же звуком но только можно определить вот они опять полосочки допустим с нарисованным кружочком это начало слова или конец слова чрезвычайно важный момент но еще раз повторю это уже другой уровень то есть могут дети определять вообще наличие звука в слове вот дальше мы определяем место этого звука в слове мы видим конечно очень интересно содержание рисунки и схемы но идем дальше это электронное приложение здесь работаем со звуками причем обращаю ваше внимание почему это задание будет все-таки сложным для детей да потому что здесь не прямой не только прямой слог но и закрытый слог открытые закрытые слоги мы их начинаем сталкивать и разводим наша задача с мягким согласным звуком и ствердым задача остается та же к сожалению наверное у вас недостаточно виден низ слайда вот я озвучила это задание развести слоги по соответствии с звучанием звука твердым или мягким то есть это разные звуки далее в электронном приложении есть вот такое замечательное задание которое кстати есть читалочкой которые есть в азбуке Горецкого вставь не просто пропущенные буквы а здесь пропущенные слоги да причем слоги опять же с твердым звучанием и с мягким звучанием но мы пока не работаем с последующей гласной мы только слышим вот только вот это нам необходимо ну потому что слава а не славя слава это исходя из жизненного опыта с последующей гласной не работаем то есть о у а указывает на твердость а и указывает на мягкость пока этого не вводим или используем и вводим это но на другом этапе уже на более высоком ну и конечно схемы модели об этом мы тоже говорили и вот следующая составляющая вот следующий этап которому мы все вели и вели это обозначение мягкости согласных на письме обязательное сравнение причем сравнение на коротких словах вот именно коротких словах и слогах если вот это есть представляется такая возможность конечно мы вот работаем допустим вот предлагаю вам такой вариант работы вот эти у нас надпись курсивом она будто бы у нас обозначена на доске на интерактивной доске и так далее и мы начинаем опять озвучивать а как это звучит а вот звучит это выл и вил вал и вял вол и вёл и так далее хорошо а тогда давайте посмотрим а вот гласные какие мы можем вот выбрать тогда которые помогают звуку звучать твёрдо это такие мы выбираем слоги с этим набором гласных звуков допустим мы вот так проводим работу я больше чем уверена что она у всех идёт по разному об этом говорит опыт об этом говорит ситуация в классе также выстраивается у нас нижняя линеечка или это выкладывается из букв разрезной азбуки кстати замечательный приём конечно там у нас и падает и так далее но то что дети работают руками включается моторика вот здесь в целях экономии времени не нужно экономить на усвоении вот этого навыка этого умения дифференциации потому что разрезная это не нами придумано это ещё бог знает когда при царе горохе это разрезная азбука она работает потому что здесь включается и тактильные ощущения и моторика и зрительные и озвучка идёт только она уже уходит во внутренний план но во внутренний план мы её уводим только когда ребёнок наговорился шёпотом а сначала после громкого произнесения мы ему позволяем говорить шёпотом и только потом уводим во внутренний план то есть вот это и чтение точно так же у нас осуществляется ориентируемся мы ведём детей к выводу ориентировка на последующую букву гласного причём сначала кричим то есть громко да затем шёпотом а затем читаем про себя причём ориентируемся как мы не сразу читаем этот слог да вот на слоговое чтение выводим а мы озвучиваем глас букву глас да озвучим звук произносим и а потом читаем сливаем вы а ба ли ой извините и ви я я мы все так работаем то есть вот через этот этап озвучивания буквы гласного ты не перескакиваешь особенно в работе с этими детьми дальше ученик может предварительно произнести это шёпотом вот на это уводим произнес прочитал произнес прочитал громко затем предлагаем указочкой пальчиком я не знаю как у всех по-разному указывать на букву гласного то есть уходит во внутренний план и только потом идет озвучка вот таким образом мы работаем с озвучиванием с ориентированием на последующую букву гласного озвучивание целого слога затем составляем слоги из разрезного затем подбираем слова с заданным слогом затем придумываем слова с твердыми мягкими допустим звуками или глухими там и звонкими и составляем с этими словами предложение вот только в этой последовательности я сегодня обязательно каждом своем этапе нашей встречи акцентирую ваше внимание на это именно последовательно от простого к сложному от доступного к трудному к новому но вот вот таким образом не перескакивая и только после того когда у детей будет сформирован вот этот навык чтения прямого слога с ориентировкой на последующую букву гласного можно перейти к обозначению мягкости согласных на письме при помощи мягкого знака причем после изучения буквы мягкий знак и все повторяется опять в той же последовательности в том же плане который у нас сегодня был на нашей встрече вот таким основным основополагающим что ли далее чем сегодня хотелось бы все-таки закончить вот формирование навыка чтения с ориентировкой на прямой открытый слог вот эта последовательность она у вас сохранится в вашей презентации мы ее по существу сейчас озвучили но вот эффективным приемом закрепления произношения является в общем-то заучивание наизусть небольших стихотворений загадок работа с поговорками с пословицами вот я сейчас просто вам здесь привела вот вырезанные пословицы из азбуки горецкого здесь короткие стихотворения поговорки загадки насыщен этим учебник но конечно мы должны понимать что привлекая это мы по существу работаем с метафорической лексикой мы интегрируем ребенка в русскую культуру но этот материал чрезвычайно насыщен именно изучаемыми звуками по существу мы закончили с вами сегодняшнюю тему и я готова ответить на вопросы так Алла Банишевская спрашивает как обучать инофонов если всего 25 10 из них инофоны как писать диктанты ну коллеги мы можем очень много жаловаться на нашу судьбу но поверьте вот эта ситуация действительно она заставляет учителя творить она заставляет учителя вот нехорошее слово заставляет она просто ставит перед необходимостью именно дифференцировать обучение то есть разводить по группам детей включать в работу консультантов но не мне вас учить вы практики мы все прошли через практику без консультантов у меня вообще невозможно было никакой работы я уже говорила что инофоны да это проблема но у нас есть и другая проблема когда одна девочка приходит читая Сент-Экзюпери мальчик приходит не зная ни одной русской народной сказки ему никогда этого не читали у нас вот эта проблема тоже чрезвычайно важная кстати наша сегодняшняя тема накладывается и на вот ту ситуацию потому что чаще всего у подобных детей возникают трудности в обучении в развлечении этих звуков потому что с этими детьми просто никто никогда не занимался как писать диктанты я говорила вам совершенно не обязательно печатать их ведь это могут быть фишки это могут быть картинки это могут быть полоски но это уже более высокий уровень сложности я попросила бы вас в архивной записи вернуться все-таки к нашему сегодняшнему разговору и еще раз прослушать вот ту часть которая касается диктанта Татьяна Чекова спрашивает что делать если выходя из школы дома не практикуется говорение на русском языке да это проблема но вы знаете вообще замечательный вопрос громадное вам спасибо за этот вопрос потому что объясню пусть лучше ребенок в школе слышит действительно образцовую правильную безошибочную русскую речь чем он услышит но не ту речь я не буду сейчас ее называть какую он услышит речь на русском языке дома потому что это будет дополнительная трудность для вас поверьте у меня был такой случай пусть дома он говорит на родном языке пусть он слышит образцы я вам говорила что больше того на урок ведь мы привлекаем даже записи чтобы действительно чтение профессиональных чтецов оно позволяет услышать именно правильное звучание иногда учителя сами ошибаются простите но это тоже факт поэтому я бы не рекомендовала вам работу с родителями проводить чтобы они дома говорили на русском языке они могут задавать вопросы они принимают участие в обучении даже ребенок может их учить русскому языку вот это другая позиция она тоже интересна и продуктивна Анна Краснощекова у нас эта проблема очень остро стоит так тяжело особенно когда во втором классе дети изучают одновременно русский английский марийский языки вы себе это можете представить разве нам еще один иностранный язык нужен это конечно решает само образовательное учреждение или как сейчас называют образовательная организация это все решаете вы и это возможно решить с пользой для детей да это им очень сложно это им чрезвычайно сложно особенно если это первый класс эта ситуация конечно у нас и я знакома с ней в республике Саха Якутия там где также изучается три языка то есть мы можем себе представить в каком положении находится и ребенок и учитель то есть здесь конечно должна быть адекватность образовательного учреждения Альбина Гаджиева задает вопрос письмо проводится ну здесь понятно слово комбинировано с чтением или как отдельный урок конечно комбинировано вот это моя позиция это нигде не обозначено но это моя позиция как учителя как методиста что выводить отдельный урок на обучение письму непродуктивно потому что у ребенка рука правильно сказать его маленькая ручка может работать несколько минут подряд все потом необходимо или менять вид работы то есть уходить на говорение или уходить на чтение или составление из разрезной азбуки и так далее то есть здесь я отвечаю вот таким образом Антонина Карпова может надо было бы вести нулевые классы для нерусскоязычных 27 лет назад я жила в Казахстане там такое практиковалось были специальные буквари разработки уроков прекрасные развитие речи строилось по темам вы замечательный вот посыл даете Антонина ну позвольте мне вас так назвать потому что я так думаю что мы с вами наверное ровесники сейчас есть азбука которая ориентирована на детей мигрантов переселенцев это азбука вы можете с ней познакомиться на сайте к сожалению что-то там у нас зависает но я так думаю что нормально будет на сайте общем сайте 1-4 точка и вы сразу попадаете на сайт начальная школа и прямо по центру вы увидите это особый раздел для детей которые имеют особые трудности в обучении вот там эта азбука ознобишины она представлена по этой азбуке работают дети в Москве и в Петербурге к сожалению только вот пока два этих региона очень активны и они действительно практикуют первый год обучения по этим азбукам ну или какое-то количество месяцев ну потому что там не каждый день они ходят это понятно там другое количество часов для того чтобы ввести детей вот в эту русскую языковую ситуацию это возможно как вариант но вы знаете на следующей неделе в понедельник у меня будет вебинар как раз с привлечением этого пособия но он не вебинар а интернет семинар и если у вас вот возникает особый интерес вы можете выслать вот такой вот запрос от вашего образовательного учреждения чтобы вы участвовали в этом интернет семинаре на наш вот этот вот адрес который School Russia так у нас и обозначен и посмотреть как работают эти учебники ну что коллеги большое вам спасибо за вопросы за интерес проявленный к этой теме и я так и заканчиваю наш вебинар до новых встреч потому что тему с вами мы обязательно развим и продолжим в следующих встречах всего вам доброго